Многие ограничительные меры позади, однако в регионе по-прежнему нужно носить средства защиты в общественных местах. Как в Люберцах соблюдают масочный режим в общественном транспорте, выясняли представители административно-транспортного контроля и пассажирской инспекции. Почему вы пускали без маски? Я не отвечал, а я не отвечал. У вас должна маска находиться на лице. Вы как-то под носом. Поденьте, пожалуйста, нормально. Маска на каждом пассажире. Только так может приступать к движению водитель общественного транспорта. Насколько строго это правило соблюдают все участники поездки, члены инспекции проверили на наиболее востребованных маршрутах. Не ходите без масочек, ладно? Маска на лице, когда на улице жара, испытание не из легких. Но как показал мониторинг, для людей старой закалки безопасность превыше комфорта. Подавляющее большинство соблюдает масочный режим, чего не скажешь о подрастающем поколении. Рейд показал, подростки зачастую игнорируют требования. Одеваем маски или покидаем транспортную среду? Где вы предлагаете сейчас маски? Чтобы не создавать проблем себе и другим пассажирам, средства защиты предлагают приобрести у водителя. Их наличие сотрудники транспортного контроля тоже проверили. Еще один важный пункт каждой инспекции – дезинфицирующие средства. Товарищ водитель, средства по поводу антисептика есть, все имеется. Мы сохраняем масочный режим в Подмосковье и, естественно, принимаем все возможные меры на транспорте. Соблюдение, естественно, дистанции, соблюдение масочного режима и всевозможные нормы собственной гигиены. Просим жителей и людей, которые пользуются общественным транспортом, носить маску и не подвергать опасности других людей. Инициатор мониторингов – Министерство транспорта Подмосковья. В округе такие проверки на общественном транспорте проводят регулярно уже в течение трех месяцев.